Моды на вейпы, устройства, имитирующие курение, новый вызов современности. Проблемы, связанные с использованием электронных сигарет и парогенераторов, обсудили в Ивановской областной думе. В ряде стран свободное использование вейпов и продажа их несовершеннолетним запрещена. В нашей стране только планируется принять подобный нормативный акт. Ивановские парламентарии обсудили законопроекты, представленные коллегами из других регионов, и во многом с ними согласились. Не должно быть бесконтрольной продажи технических средств, я имею в виду и самих технических средств, и жидкости, которые, потому что непонятно, что поступает в продажу, есть случаи, когда они просто взрывоопасны происходят, и, конечно, сами жидкости, которые не проходят сейчас никакую сертификацию и лицензирование, что это потребление есть, потому что там могут быть любые субстанции. За примерами, когда электронные сигареты взрывались, далеко ходить не надо. В 66-й школе областного центра пожар произошел именно по этой причине. А изначально электронные сигареты изобрели как безопасный аналог обычных, для того, чтобы людям было проще отказаться от никотиновой зависимости. Но эффективность этих устройств до сих пор не доказана, в то время как данных об их вреде становится все больше. Исследования, которые проводились как в Европе, так и у нас, подтверждают тот факт, что в большем количестве случаев возникает абсолютно у 100% потребителей этих курительных смесей раздражение верхних дыхательных путей, отек слизистых. И кроме всего прочего, периодически возникает даже невозможность бросить курить. Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо ограничить места, где можно парить, потому что в настоящее время фактически вейп использовать можно даже в школах. Во всяком случае, что не запрещено, то разрешено. Ждать можно бесконечно долго. Пока все сырые законы будут, так скажем, в том виде, в котором нужно их будет принять, может пройти определенное количество времени. А здесь, мне кажется, нужно уже оперативно реагировать на эту ситуацию. И с моей точки зрения, будет правильно, если все-таки на уровне образовательных организаций в локальные акты и в локальные акты, прежде всего, каждой организации внести запрет на употребление, хранение, распространение всех этих устройств. Проблемы использования вейпов с каждым годом становятся все острее. Статистика говорит сама за себя. Ежегодно оборот средств за продажу устройств, имитирующих курение, увеличивается на 50%. Любовь Почарникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.